Всем привет! Мы будем готовить сегодня курицу, запрещеночка из Италии. Попробуй, потому что я нервничаю, что там сколько-то получу. Да, я тоже смотрю на куриную грудку, и она вызывает во мне опасения. Так, продолжай собирать наше лего. У нас go live послезавтра. Оля, у нас гости сегодня. Вот солнце, океан. Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Саб жарит и жжет». Ее ведущий Денис Шувалов, моя коллега Ольга Ганюшкина. Всем привет! И у нас в гостях сегодня Андрей Молчанский, директор по разработке X5 Group. Всем привет! Андрей? Спасибо, что пригласили. Да, здорово, что пришел. Супер! Так, что же мы будем сегодня готовить? Мы будем готовить сегодня курицу с салатом киэл и отборным колумбийским маскарпоне. Колумбийский маска... колумбийский маскарпоне. Состоит это прекрасное блюдо, как это ни странно, из курицы. И, пожалуй, я доверю ее разделку... Профессионалу. Профессионалу. И приготовление. Давай приготовление тоже туда. По аджайлу, по ходу пьесы. Так, хорошо. А нам с тобой все равно сложное. Так. Маскарпоне, шампиньоны, салат кейл, овощули, запрещеночка из Италии, томаты, копченые и чеснок. С чесночком. Супер! Ну и пока мы вот разбираем работы, вот очень хочу спросить, Андрей, от чего вот такого интересного, нового происходит в X5 Group? Много всего, я понимаю. Что бы ты отметил? Ну, я могу рассказать про технологии и сказать, что... Я, кстати, тебе шампиньончики подложу, если ты не будешь... Мне надо начинать их резать. Да. И рассказывать нам, что нового. И рассказывать вам, что нового. Соответственно, мы год назад затеяли большую трансформацию. И сейчас, наверное, можно сказать, что мы подошли к основному логическому этапу завершения ее. Вот. К началу чего-то прекрасного нового. Соответственно, это называется доменная структура. Доменная структура. Доменная структура. Бизнес-единица технологии. Если год назад у нас был классический юнит, классический департамент IT, наверное, нужна тарелка, я так сильно подозреваю, если честно. Да, 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 давай, давай, дальше я помогу тебе. Шампиньоны имеют свойство забегать с доски. Классический был департамент IT. Всем до боли знакомый. Централизованный. Все один за всех. И все за одного. То в определенный момент мы поняли, что внутри нашего бизнеса слишком много направлений различных, с различными задачами, с различными потребностями. Невозможно взять и одним модифицированным процессом покрыть, в общем-то, всю зону вот этих вот самых кисловых потребностей. И было принято решение о том, что технологии выделяются в отдельную бизнес-единицу. Наверное, самое главное для меня, по крайней мере, отличительное очертает то, что мы имеем собственный инвестиционный комитет и способны принимать достаточно крупные инвестиционные решения. Ну вот, со своим собственным бюджетом. И вместо одного CIO у нас появилось порядка 16 так называемых директоров технических доменов, каждый из которых приписан к определенной области в бизнесе, либо к торговой сети, либо... Я даже от чеснока оторвался, то есть я правильно понял, что, по сути, у каждого подразделения теперь получается своя поддерживающая IT-функция, свой маленький IT-департамент, который обеспечивает поддержку бизнеса вот с точки зрения... Да, ровно так, причем с правом на свои кастомизированные процессы внутри. Единственное, ну, чтобы, естественно, не развалить огромный интерпрайс, мы стараемся унифицировать инструментарий, то есть в противовес к доменам есть центр компетенции, собственно, это и есть моя зона ответственности, которая обеспечивает каждый домен людьми, инструментами, процессами, некой там, может быть, даже культурой, вот. То есть вы даете инфраструктуру, да? По факту мы делаем некий базис, да, который позволяет не развалить все-таки там большой крупный интерпрайс и не превратить все это в 16 княжеств, каждый из которых преследует какие-то, собственно, личные цели. Да, то есть это еще и не разъезжается при всем при этом. Ну, слушай, интересно. Старается не разъехаться, мы как бы на начале своего пути, но, в принципе, можно сказать, там, оглянувшись, там, вот, что за год мы проделали, наверное, работу, которую, как это, пятилетку за год. Пятилетку за год. Круто, круто. Ага. Слушай, а вообще, вот мы пока тут, значит, у нас что, мы сейчас нарубим шампиньоны, правильно? Вот, поруководи нами, мы сейчас нарубим шампиньоны, значит, я нарежу чеснок, помидоры, а Ольга поджарит курицу. Все, я понял. Руководил вами, так. Так, Андрей, мне кажется, я закончила с курицей достаточно. Достаточно. Я думаю, что да. Можно жарить. Можно жарить. Окей. Тогда я зажигаю плиту. Мне вот очень нравятся вот эти вот очень педантично выложенные шампиньончики. Ага. Ножки шампиньон. Все должно быть системно-дизельно. Конечно. Люди из IT, они системно-мыслящие, структурированные. Тут все как бы как надо. А дальше, вот, Андрей, вопрос есть у меня такой. Скажи, пожалуйста, вот мы любим задавать такой вопрос нашим гостям, бизнес или IT? Вот что первично, что вторично? И вообще, что значит IT в жизни X5? Можно обойтись, не можно? Ну, первично, в бизнесе первично всегда бизнес, как это ни странно. Да. Потому что, в общем-то, цель одна – заработать денег. Да, вот. Другой, наверное, нет. Есть миссии там и прочее, конечно же, естественно. Есть степень и зрелость организации, но мы все здесь, как бы, в первую очередь, как бы про деньги. Вот. Поэтому, если нет бизнеса, если нет бизнес-модели, ну, как бы, IT само по себе, наверное, существовать не может. Угу. Особенно в рамках, естественно, нашей организации, потому что, ну, как бы, основная бизнес-модель, конечно же, IT. То есть, это не производство, там, софта, не перепродажа его, ничего. Вот. Но, возможно ли бизнес без IT? Но я с трудом себе это представляю, если честно. Потому что это, примерно, ну, как бы, вопрос из разряда «почему бы нам не кипятить воду на костре?» «Зачем нам чайники?» Ну, что-то вот из этого. Упера. Ну, да. Я, ну, честно говоря, являюсь вот покупателем вашей компании. Там интернет-магазин растет, вот, и я активно им пользуюсь, например, да. Но здесь здорово, это все работает организованно, понятно, что, наверное, без технологий, современных информационных X5 тоже невозможно себе представить. Ну, вопрос масштабов. То есть, наверное, на небольших масштабах можно делать руками эти операции, которые, как бы, у нас сейчас выполняются автоматически. Ну, вот. Ну, 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 не в нашем случае. Ну, явно не в нашем. Вот. Спрогнозировать цены для всей федерации. 18 тысяч магазинов в Excel-ке. Невозможно. День вперед. Невозможно. Невозможно. Угу. Ну, вот. Это будет много-много упущенной выручки. Ну, вот. Мы не можем себе позволить такое удовольствие. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны пострадает покупатель же, да, потому что они будут, ну, либо вынуждены покупать по забыршенным ценам, либо столкнутся со отсутствием товаров на полке, да, это же... Так и есть, да. То есть, вот уже та самая миссия, да, как бы, она, она выполнена точно не будет. Ну, или будет выполнена с таким качеством, что лучше бы мы ее не выполняли, конечно. Ну, то есть, бизнес же без IT невозможен, да, и там ритейл уже довольно технологичный сейчас. С точки зрения, вот, воронки цифровых трансформаций, если там сейчас ничего не изменилось, пару месяцев назад ритейл был топ-3 для цифровой трансформации, как бы, область, вот. И, в принципе, для, там, стратегии какого-то цифрового реагирования на эти вызовы и те подрывы, которые там впереди нас еще ждут. Потому что очень сильно изменилась конкурентная среда, про это, наверное, тоже надо поговорить. Если раньше мы конкурировали с другими ритейлерами, в основном, по факту своему, да, то сейчас мы начинаем конкурировать с ресторанами, с доставкой еды, мы, как бы, покупательская и потребительская способность изменилась, мы вынуждены реагировать абсолютно на новые вызовы, о которых мы, может быть, там еще, там, два года назад, ну, может быть, даже и не думали. То есть, для вас конкуренты сейчас это доставка еды и рестораны? Конечно. Потому что люди хотят сэкономить свое время, не так много людей любят готовить в теплой ламповой обстановке, как мы. Как мы, да, да. Да. Гораздо проще открыть приложение, заказать готовую еду и, ну, как бы, вот, быстренько ее поесть и побежать дальше. Андрей, а что для тебя лично цифровая трансформация? Все под этим термином понимают разное. Слово «замыленное»? Да. Это сейчас принято говорить из каждого утюга. Что это такое? Пожалуй, да, пожалуй. Что для меня есть цифровая трансформация в X5 или что для меня вообще есть цифровая трансформация? Что это вообще такое? Что это за зверь-то? За такое, с чем едят ты его? Ну, есть… И сейчас будет немножко шуметь, поэтому… Да, и будет немножко шуметь, и будет немножко плеваться. Да, осторожно. Главное – не пострадать. Есть две зоны, для меня, по крайней мере, самые очевидные, как я себе это формулирую. Первая – это некая автоматизация большинства процессов, которые есть. Ага. Чтобы, ну, в общем-то, если, насколько я знаю, в начале, как бы слово «автоматизация» в цифровой трансформации не применялось, то сейчас признали уже, наконец, смирились и признали, что да, если вы автоматизируетесь, это тоже цифровая трансформация. Да, но основное, наверное, это уход в цифру с точки зрения бизнеса, с точки зрения бизнес-моделей, да, это либо адаптация, покупка и адаптация какого-то онлайн-бизнеса, причем, ну, во всей полноте этой картины. Культуры, процессов, потребителя, изменения своего CVP, ну, и так далее. Сервиса, уровень. Все вот этих вот вещей, вот. Ну, как бы, либо это внутри себя пытаться сделать инкубатор, который будет не только, например, там, торговать продуктами, но и будет делать что-то цифровое, не знаю, например, какие-то сервисы по продаже аналитики данных для, там, поставщиков. Вот какие-то вот такие вещи, да? Если это такой интерфейс еще, да, в рынок такой, который помогал бы понимать лучше потребности… Совершенно верно. Ну, и вашей, и вашей, и вашей, и вашей потребности клиента. Да, да, да. И зарабатывать на этом деньги, опять же, что немаловажно. Денис, соль, перец. Соль, перец, да, конечно, без этого мы никуда, передаю. Слушай, ну, у меня вот вопрос. Это же, ну, в целом, не так просто, особенно на ваших масштабах. Я вот точную цифру не возьмусь, вот сколько мы говорим, больше 20 тысяч. Магазинов 18 тысяч сейчас. 18 тысяч магазинов. Ну, то есть, это огромный масштаб. И вот, ну, то есть, для того, чтобы такой масштаб изменений, автоматизации, цифровизации делать, нужны люди. Это правда. Да, это же... Это правда. Где взять их людей? Как их научить, обучить, организовать? Удержать. 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 Да. Но... Я думаю, что это актуально сейчас, особенно с удаленной работой повсеместно внедряем. Да, это правда. Но людей в основном мы берем в России, как это ни странно. Они, слава богу, России, че есть. Да нет, слава богу, что у нас есть такие люди. И государь. Мы это знаем. Да. Вот. Ну, это действительно сейчас очень сложно, и, наверное, это один из основных для технологий проблемных вопросов. Где найти людей, которые, с одной стороны, знают технологии, а с другой стороны, понимают специфику бизнеса. Потому что вот эта вот грань между бизнесом и IT, она по факту как бы стирается, скажем, днется больше и больше. Вот. И разработчик, который делает какой-то метод, функцию, еще что-то, он должен понимать, зачем он это делает. Он должен понимать, что такое, там, не знаю, управление ассортиментом, зачем этот ассортимент. Он должен иметь возможность аргументированно тормозить, как бы, те изменения, которые у него, там, заходят, давать, ну, как бы, обратную связь. То есть он аналитик такой, да, по сути? То есть он же как это, из-за стуби-туду. В целом, да, и смотреть немножко в будущее. Ну, все должны стать немножко аналитиками и смотреть в будущее, потому что в современном мире начинают, как бы, немножко по-другому работать процессы стратегического планирования и управления. Об этом сейчас много кто пишет и много кто говорит. Ну, вот, то есть, как раньше, наверное, на пять лет вперед очень сложно предугадать с хорошей точностью какие-то события и какие-то телодвижения. То есть сейчас во многом приходится как-то реактивно реагировать на происшествия, да, вот локдаун, например, который всем нам показал, что бывает другая жизнь. И мы до сих пор, мне кажется, от нее, да и уже и не отойдем, наверное, никогда. Ну, да. Да, она там сильно все поменяла очень. Мы за год до этого не планировали локдаун, естественно. Молодые и прочее. Ну, с ней я тут немножко попробую, потому что я нервничаю, что там сколько-то. Да, я тоже смотрю на куриную грудку, и она вызывает во мне опасения. А у меня аппетит, я не обязал. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Андрей, курица готова. Я ее сняла. Что мы делаем дальше? Очень хорошо. Самое время поджарить шампиньоны. Так, я ставлю все обратно на огонь. Давай. Угу. Кто-то должен это сделать. Да, давай. Угу. Прекрасно. А я пока задам вопрос. Угу. Мы говорили про будущее. Мне кажется, молодых специалистов очень интересуют, какие технологии, навыки, знания, не знаю, языки будут востребованы в ближайшем будущем. Хороший вопрос. Вот. Я не буду кривить душу, нет у нас на него ответа. Более того, у нас этот вопрос адресован молодым специалистам. Вот, какие языки и знания они собираются приобретать. Так, и что отвечают молодые специалисты? Ну вот, к сожалению или к счастью, пока, в общем, никто особо ничего скажет. Давай я буду мешать, а там еще салат остался. Да, пожалуйста, меня ждет салат. Меня ждет старина кейл. Вот. Но мы, естественно, делаем все для того, чтобы формировать повестку эту внутри себя, да, как внутри X5. Вот. Мы следим с помощью различных партнеров, там, за тем, какие тренды на рынке, какие бенчмарки. Вот. У нас есть собственный радар технологический, который замеряет наш текстэк и говорит, насколько мы там попадаем, не попадаем, сравниваем это все с бенчмарками и так далее. То есть мы, в общем, стараемся как бы быть осведомлены внутри себя в первую очередь. Вот. И заниматься молодыми специалистами. Соответственно, в соответствии с этой осведомленностью мы открыли, собственно, кафедру, во-первых, в институте. Вот. То есть вы прямо снизу выращиваете кадры, присматриваете. Да, мы начинаем, в общем, стараемся как бы начинать с самого начала. Можно я вот так буду? Скоро, скоро, наверное, у нас будут свои детские сады и школы. Вот. Хорошая быция, кстати. У нас своя цифровая академия, вот, которая готовит различных специалистов. То есть внутри компании, да? Внутри компании. Это не внешний какой-то рецепт. А это в регионах или вот только там в Москве? Ну, по факту это везде, потому что сейчас удаленкой нет ничего невозможного. Да, поэтому мы, в общем, не ограничиваемся какой-то географией прям сильно. Но при этом те люди, которые приходят уже к нам, да, и они там не из института, не из цифровой академии, для них мы сделали такую штуку, называется она производственный фреймворк. В тот момент, когда мы пошли в цифровую трансформацию, у нас стали появляться продуктовые команды. Мы начали, в общем, подходить к этому прекрасному слову agile там более осознанно, наверное, для себя и как-то применять и внедрять эту культуру. Стало понятно, что нужно искать баланс, с одной стороны, независимость команды, возможность команде как бы нести ответственность за результаты, принимать решения. Это как бы на одной чаше рисов, а на другой чаше рисов целостность архитектурного ландшафта нашего, да, того же самого, целостность сервисной модели, целостность интерпрайса, того самого пресловутого. И как сделать так, чтобы с одной стороны у нас не было вот этой иллюзии про единый производственный процесс, про регламент, что вы тут все должны. По стронке армии, да, такой? Ну, здесь даже вопрос не в армии, здесь вопрос в поколении, потому что для многих людей, как бы там, предыдущих поколений, это была необходимость, да, некая инструкция, то есть некие правила, и для человека это само собой разумеющееся, что есть другие люди, которые эти правила формируют, ты правила выполняешь, и ты как бы чист перед лицом. Молодец. Перед лицом, да, ты как бы чист. Современное поколение, оно любит свободу, оно не привязано абсолютно ни к чему, у них никакого долга нет, никаких правил нет, и, ну, как бы, если им регламент не нравится, который ты написал, ну, вот, то, скорее всего, ты человек потеряешь. Выбор есть на рынке. Огромный. Вот. И employee value preposition, все чаще и чаще я слышу вот эти прекрасные слова, потому что не только зарплата играет роль при выборе работы, да, у кого-то есть яблоки на кухне, у кого-то нет, у кого-то, там, кофе арабика, а у кого-то нет, там, да, у кого-то цехоли. И кому-то нужно, и кому-то нет, и, соответственно, мотивация, конечно же. Совершенно точно. И вот в эту систему включать еще такое понятие, как регламент, ну, как-то нам не понравилось. Не очень вписывается. Но при этом мы не обесцениваем регламенты, да, мы понимаем, что действительно, как бы, некая дисциплина нужна и прочее, поэтому мы остановились на принципе лего. То есть каждый производственный этап самый маленький, он у нас описан, и мы договорились о некой структуре, как их между собой можно стыковать, ну, как кубики лего. То есть они все разные формы абсолютно, они постоянно появляются новые, старые, исчезают или еще что-то, но при этом ты можешь собрать из этих кубиков, там, свой конструктор. Если надо, ты можешь его разобрать и собрать какой-то другой, при этом там... И при этом он впишется в общую картину. Да, 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 что-то где-то собрать. При этом ты можешь собирать типовые инструкции, там, да, которые, ну, по сборке. То есть если у тебя есть команда, и она собрала вертолетик, пришла новая команда, им тоже надо собирать вертолетик, они заново не изобретают. Мы им предлагаем эту историю. Вот. Так, продолжай собирать наше лего. А что дальше? Сейчас мы туда заправляем чеснок и вяленый томат. А потом, ну, не очень потом, мы туда же отправляем и друга Кейла. Кстати, моя первая профессия в IT была тоже тестировщика. Я могу сказать, что в наше время не было никаких окружений, инструкций. Это правда. Это было примерно, иди туда, видишь? Не, ну, инструкция по безопасности написала, что все, все, что с тобой произойдет. Не держаться одновременно за компьютер и батарею, да. Такое было. Противно. Кто резал чеснок, Денис? Что это такое? Ну, не ругайся, это, ну, ладно. Что это? Вот это надо снимать как-то. Ну, можешь же даже, Денин, ну, ладно, можем это сказать. Я доделаю тут, я поняла, я как тестировщик, которому достались все вот эти вот баги. Да, в продуктиве просто вот это вот все. Что это? У нас go-life послезавтра. Оля, у нас гости сегодня. Давай, когда придет твоя мама, отложим. Так, а вот и пришло время Кейла. Кейла. Так, давай, давай, Кейла. Думаю, что можно его прямо туда. Ну, вот термически, термически обработаем. Я вот не уверена, что весь вот этот, а Кейлили, всю Москву. Он имеет свойство сжиматься. Давайте так, чтобы на троих точно хватило. Я не знаю про режиссера, режиссер вот, режиссер может остаться голодным, на троих должно хватить. Да. Пока сейчас оставим так. А у меня следующий вопрос. Вот в мое время, когда я училась найти специальности, было половина девчонок. Вот как сейчас миллениалы, тиктокеры, не знаю, современное поколение, идут ли в IT девушки? Много ли у вас? Идут, идут девушки в IT, причем идут как бы с удовольствием. Именно по моей личной внутренней статистике основано исключительно ощущение, девушек становится все больше и больше. Вот. В технологической сфере, причем абсолютно везде. И в инженерной практике, вот, и в управленческой, как бы. И более того, хочу сказать, что многие задачи как бы решаются гораздо, как сказать-то, я не могу сказать лучше или хуже, я могу сказать там по-другому. То есть находятся такие, какие-то вот интересные подходы, которые там от молодых людей, например, не слышишь, и я бы в жизни бы, например, да, там не придумал там того, чего помогает реализовать моя прекрасная часть команды. Девчонки, они же ответственны. Ну, то есть помимо того, что это эстетика определенная, да, они же, ну, ответственные там, да, вот как, еще же у поэта было сказано, да, на Полномске вот про избу, про коня, ну, то есть все как бы, все подтверждается. Ну, мы коня не жжем, вот, как бы, но я думаю, что если бы, да, они бы тушили, естественно. А вот, кстати, про коня, у вас очень высокий уровень стресса. Мне кажется, что процессы плюс-минус реал-тайм, да, и... И работа 24 часа во всех часовых поясах. Да, это правда. Ну, стресса много, вот. Здесь вопрос, управляемый он или неуправляемый, да, потому что, как бы, управляемый стресс дает энергию, и неуправляемый ее гасит. Мне кажется, что стресса примерно столько, сколько современный мир диктует абсолютно всем, потому что вука мир, в котором мы живем непредсказуемый, и вот этот вот, который невозможно, как бы, хоть как-то там спредсказировать, спредсказать, да, вот, и так далее, ну, он в любом случае стрессовый, потому что человек за день в современном мире потребляет информацию столько, сколько в 17 веке за всю жизнь человек потреблял. Ну, как бы, понятно, что мозг как бы пухнет. Надо что-то дальше. Кейл готов. Надо что-то дальше. Кейл готов. Наверное... У нас остался один ингредиент, я считаю. Исключительный колумбийский чистый маскарпоне, да. Чистый маскарпоне, давай. Тот самый. И у нас останется опция сравнить, насколько сырой кейл лучше или хуже приготовленного. Кейла было, да, в два раза больше, до того, как мы начали снимать. Вот. Соответственно, команда с людьми, которые близки по духу, близки по ценностям, близки по культуре, гораздо интереснее, лучше. И, в принципе, как бы, наверное, востребовано проводить свое жизненное время в достижении каких-то общих целей. И, ну, здесь, как бы, стресс, он начинает превращаться в некую прикольную игру. В игры играть, естественно, интереснее, когда... Какой-то проект такой, да. Чуть сложнее, да, чем ты можешь, как бы, себе позволить. Вот. Ну, и здесь, опять же, важно тоже, это управленческая задача, держать определенный баланс. Вот. Не передавливать, но при этом создавать такое вот управляемое... Управляемое ограничение, которое начинает стимулировать воображение, по факту. Да, потому что мы в замкнутых ситуациях мы гораздо лучше находим выход, нежели когда нам говорят... Звонок, коктейль, вот солнце, океан. Напиши в бизнес-критичный сервис. Звонок, 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 звонок. Ну, вот, как бы, да. Но при этом, как бы, не передавис. Не очень. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы люди бежали, как бы, постоянно и так далее. И самому не надо постоянно бежать. Вот. Надо правильным образом уметь распределять свою энергию во время. Слушай, и у нас остается в целом не так много времени до конца программ. Я, знаешь, хочу спросить вот лично. Скажи, пожалуйста, что тебе помогает, не знаю, быть вот таким мотивированным, преисполненным, вот энергичным человеком, который видит перспективы, там, вот тащить это все, команду мотивировать. Что ты делаешь? Живешь, живет на работе, да? Живу на работе, конечно, да. И работаю в жизни, как бы, для меня нет грани, на самом деле, никакой. Вот, это, есть такое слово, осознанность, наверное. И мне помогает осознанность в том выборе, который я для себя делаю каждый день. Ну, вот, я не пытаюсь, как бы, сделать вид, там, да, что мне по кайфу. Вот. Если мне по кайфу, я делаю. Если мне не по кайфу, ну, вовремя надо остановиться, наверное, да. Вот. И вот эта вот, ну, история с кайфом, она тоже бывает разная. Бывают быстрые, как от быстрых углеводов, да, типа с корочку покушал, там, да, 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 да. Вот, а бывает тот, который ты получаешь после того, как погрузился, так я смотрю, красота какая получается, господи, если бы мы так софт разрабатывали. Вот. Ну, так мы, мне кажется, софт разрабатываем. Вы точно, да. Вы точно так. Нам осталось закончить. Так, Андрей, я вот уже чувствую тут это самое. Здесь уже практически все готовы. Хочу намекнуть, не все обедали сегодня. Подогреть чуть-чуть курицу. Я вот предлагаю вот так, сверху. Ну что, мы приготовили, значит, в целом готовы пробовать. Я, кстати, хочу сказать, Андрей, что все, что мы сегодня вот резали, рубили, жарили и вот смешивали, было куплено, кстати, вот в X5. Впрок, мобильное приложение, друзья, там можно выбрать слот. Я хочу сказать, отличный сервис, замечательного качества продукты. Вот пахнет вообще прекрасно. Хороший пример того, как цифра интегрирована в бизнес. Бизнес. Супер. Ну, что скажешь, можем пробовать? Поехали. Поехали. Самотестный момент. Конечно. Достаточно ли прожарен старинокейл? Старинокейл. Да-да. Но я начну с мяса. Мы хотели, чтобы салат был прожарки медиум рейр. То есть, с кровью. С кровью, с кровью, обязательно, конечно. В эфире была передача «Сабжарит жоп». Ее ведущий Денис Шувалов. Ольга Ганюшкина. И в гостях у нас был Андрей Молчанский, директор по разработке X5 Group. Андрей, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Спасибо. Ну, и, кстати, довольно быстро все это приготовилось. То есть, это не требует никаких-то экстра усилий, какого-то эксклюзивного набора продуктов. В целом, ну, все довольно быстро и несложно. Супер. Спасибо большое. И не вредно. И не вредно. Все для вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.